Сейчас включится презентация. Меня зовут Даня, и я расскажу о том, как мы внедряем неявные сигналы пользователя в нашу систему, и как с помощью этого мы улучшаем качество рекомендации, и почему неявные сигналы — это круто. К слову, о улучшении рекомендации, улучшении качества рекомендации, такие результаты мы получили уже после первой итерации внедрения неявных сигналов. На самом деле я здесь отмечу, что это довольно потрясающие результаты, и в нашей команде нечасто удается получать подобные результаты, и давайте, собственно, рассмотрим, как этих результатов удалось достичь. В первую очередь хочу рассказать о том, что мы называем неявными сигналами. В общем и целом неявные сигналы — это все то, что не является явными сигналами. То есть ни лайк, ни репост, ни подписка. Здесь на самом деле на слайде перечислены основные неявные сигналы. Из них — это клик по плиточке в ленте для вас, про которую рассказывал коллега мой, Степа. Это пересылка поста в личку, открытие фото из поста и так далее. Другие сигналы. Остановимся здесь на том, что было раньше, до того, как мы начали внедрять неявные сигналы. Пользовательское представление у нас заключалось в виде его подписок. То есть мы набирали, брали подписки пользователя и по ним набирали ближайших соседей и использовали это в качестве кандидатов. Также раньше мы учитывали в основном явные сигналы в фичах и таргетах. А неявные же сигналы у нас учитывались скользко на каких-то итерациях модели ранжирования в качестве таргета. Как раз это тот мультитаргет, про который рассказывал Женя. И нам пришла в голову идея, что мы все-таки хотим учитывать все публичные данные, которые у нас есть о пользователе в полной мере. И здесь у нас возникает проблема. Данных о неявных сигналах очень много. Они являются очень шумными и использовать их напрямую, как мы поступаем, например, с подписками пользователя не получится. То есть мы не можем просто взять n последних сигналов и для них набирать ближайших соседей. Например, вы случайно там кликнули на какой-то пост, он оказался для вас нерелевантным, но в следующей сессии у вас будет еще больше этого контента. Собственно, да, здесь возникает проблема того, что очень много нерелевантного контента будет, если использовать это напрямую. Какие же подходы мы использовали и что нам помогло? Первое, конечно же, это кластеризация. Как раз эта кластеризация нам помогает избавиться от вот этого шума, от каких-то случайных кликов, случайных сигналов и объединить в такие тематические кластера остальные сигналы, которые на самом деле что-то значат и как-то описывают пользователя. Здесь также остановлюсь на том, что мы пробовали использовать кластеризацию ранее, мы пробовали это делать с явными сигналами, но тогда это не принесло какого-то результата, но как раз таки в случае с неявными сигналами это оказало очень сильное влияние. Контентная составляющая в эмбэдингах. Это вторая часть, что нам помогло преодолеть проблему. До внедрения неявных сигналов мы прокачали наши эмбэдинги и теперь при составлении эмбэдингов, при построении мы учитываем контентную составляющую, что позволяет кластеризации, объединять в кластера более такие тематичные, похожие по тематике друг на друга сигналы. И теперь как мы представляем пользователя. Теперь у нас пользователь представляется в виде n-кластеров в воне явных сигналов. Внутри каждого кластера мы можем посчитать средний эмбэдинг и как раз таки уже отталкиваться от этих эмбэдингов и для них набирать ближайших соседей как кандидатов. Тут же расскажу про плюсы данного решения. Первый плюс это то, что мы учитываем самые последние сигналы пользователей сразу. Пользователь покликал на какие-то, допустим, новые для него тематики, ему понравилось это и уже в следующей сессии у нас заново происходит кластеризация. И вот этого контента, который вы открыли для себя, который для вас новый, его станет больше, более релевантный контент. Здесь как раз ли тоже еще скажу, что это как бы освобождает нас от предрасчета пользовательских эмбэдингов там раз в сутки, раз в неделю. Мы это делаем вот сразу, чтобы учитывать самые последние сигналы пользователей. И второй плюс это то, что мы можем выделить какие-то тематические интересы пользователя по кластерам. И в дальнейшем как-то это можно заиспользовать в других частях системы. Потому что в основном каждый кластер отвечает за какую-то конкретную тематику. Там, не знаю, автомобили, котики, собачки. И, собственно, да, к результатам после внедрения вот этого подхода, этого решения в нашу систему мы получили вот такие результаты. И на самом деле это нас очень сильно мотивировало, и мы задались закономерным вопросом. А как еще можно заиспользовать эти сигналы? И ответ на самом деле лежал на поверхности. Давайте добавим их в фичи. Стал вопрос, как добавить их в фичи. Вот у нас есть n эмбеддингов пользователя по неявным сигналам. Есть какие-то кандидаты ранжирования. Что мы можем сделать? Давайте посчитаем похожесть этих эмбеддингов пользователя на этих кандидатов. И далее мы можем посчитать различные статистики по средней похожести на кандидата, максимальный. Можем посмотреть на ближайший кластер и внутри этого ближайшего кластера посчитать какую-то статистику. И собственно это заиспользовать в качестве фичей. Но здесь мы столкнулись с несколькими проблемами. Проблемой производительности. Первое это то, что у нас несколько типов эмбеддингов. Каждый раз делать n-кластеризации на каждый тип это долго, это дорого по времени ответа. И вторая проблема это то, что в целом перемножать вектора тоже долго. Нам их нужно тянуть по сети, перемножать. Вот это проблема. И к решениям, к которым мы пришли, первое решение с кластеризацией, это давайте хранить кэш кластеризации, как довольно-таки очевидно можно сделать, и обновлять его после сессии пользователь сигналов в оффлайне. То есть пользователь покликал что-то, и мы через некоторое время пересчитываем его кластеризации уже независимо там от пользователя. И когда он приходит в следующий раз, у нас уже готовый кэш, эти кластеризации, он учитывает последние его сигналы как раз-таки, и мы можем уже построить новую ленту рекомендаций. Решение с перемножением векторов. Мы попросили ребят из нашего бэкэнда, чтобы они написали отдельный движок для эффективного перемножения векторов. Таким образом мы переносим как бы вот эту сложную компетейшнл часть нашего бэкэнда на другую машину, плюс нам не нужно тащить вектора по сети, мы можем просто передавать эмбеддинги пользователя и айдишники авторов, на которые нам нужно перемножить, сделать перемножение. Таким образом на выходе мы получаем матрицу похожести, с которой мы можем уже читать там статистики всякие разнообразные, и записывать это в фичи. И на данном слайде представлены первые результаты АБ-теста, на самом деле тоже очень сильно показательные, и мы приходим к выводу, как еще можно улучшить систему, используя данные сигналы. Учитывать неявные сигналы при построении эмбеддингов. Собственно это та идея, которой мы планируем заняться в ближайшем будущем, и мы очень сильно мотивированы и рассчитываем на улучшение дальнейшего, улучшение качества в дальнейшем, благодаря вот неявным сигналам. Всем спасибо, используйте неявные сигналы. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...